Всем привет, с вами Low Grid, а вот и вышла новая версия Shattered Pixel Dungeon, а именно версия 2.2. Если коротко, то в этой версии полностью изменили квест роля кузнеца и частично квест старого мага, ну и как всегда кучу исправлений. Я желаю вам приятного просмотра, поехали! В этой версии было сделано кучу изменений, которые можно посмотреть в кладке изменения. Таланты Т2, связанные свитками и зельями, были переработаны, таланты Воина, Охотница и Дулианки теперь срабатывают при использовании любого зелья, а не только зелья исцеления. Я думаю, это очень хорошее изменение, так как раньше эти таланты никто не брал. Таланты Мага и Разбойника теперь срабатывают при любом свитке, а не только при свитке улучшения. Эван также не забывает про исправление багов, все поправки я комментировать не буду, можете поставить на паузу и сами ознакомиться. Изменения были и в испытании враждебные чемпионы. Проектирующие чемпионы теперь имеют плюс 3 к дальности атаки, а раньше они могли атаковать с любого расстояния. Вдохновляющие чемпионы теперь имеют 4-х кратную точность и уклонение. Пылающие чемпионы теперь не могут распространять огонь на водные клетки. Гигантские чемпионы теперь получают на 80% меньше урона. Антимагические чемпионы теперь получают на 50% меньше урона. Печальный призрак теперь всегда появляется возле спуска вниз, и теперь он не выходит с этой комнаты. Помните коридор из хрустальных дверей? Теперь этих дверей 6, а ключей всего лишь 3, и мы должны выбирать что мы хотим открыть. Если честно, то мне не особо зашло это изменение, потому что зачем? А вот эта функция должна была появиться очень давно, теперь если мы наденем 2 кольца, то они спрессуются, и мы увидим что они дают вместе. Кстати, помните, что раньше, если мы случайно использовали свиток ярости у торговца, он сразу исчезал? Так вот, теперь у нас есть шанс на одну ошибку, торговец нас предупредит, что нельзя так делать, а если мы сделаем это еще раз, то он просто исчезнет. В вкладке значков появилась кнопка достижений, Google Play, теперь посмотреть свои достижения можно намного быстрее. Что интересно, в игре появился белорусский перевод, за это лайк разработчику. Также изменения коснулись квеста мага, комната гнилой ягоды превратилась в маленькую кишку, я не совсем понял зачем нужно было менять то, что и так прекрасно работало. Аналогично претерпела изменения вторая вариация этого квеста, а именно новорожденный элементарь, у него увеличилось здоровье в 2 раза, и теперь семочка холода и зелье холода снимает только половину хп, а также теперь он атакует огнем по области. Как я раньше уже упоминал, квест кузнеца тролля был полностью изменен, первые изменения еще были в версии 2.1.3, тогда Эван добавил уровень разветвления, это был чисто экспериментальный уровень, мы могли только копать киркой, как в Майнкрафте. Первое что мы видим это измененный текст задания и ступеньки вниз, звучит легко, добыть 40 штук золота, что может быть проще, правда? Также тролль кузнец предупреждает нас о каком то кристалле гиганте, если что кристалл гигант это первый мини босс в шаттерет, у него порядка 300 хп, но о этом позже. Первое что мы видим зайдя на этаж, это те же кристаллы, которые нас просили не разрушать, а то мы привлечем противников, эти кристаллы очень хрупкие и нужно осторожно копать стены возле них. Есть только три типа кристаллов, синий, зеленый и оранжевый, если что цвет ни на что не влияет. Кристалл пучок, это новый вид противника, очень напоминающий элементалей, они стреляют лучами, которые относятся к магическому урону. Эти пучки также разноцветные, но цвет ни на что не влияет. Также не забываем, что нам нужно добыть золото. Второй вид противников кристалл страж, они очень похожи на своих собратьев каменных стражей, но у них есть одна особенность, их невозможно убить. Когда мы опускаем их непоказательство здоровья до минимума, то они разрушаются, но через определенное время снова воскресают. Гигантский кристалл находится в центре комнаты, он неподвижный, урон наносится только киркой. При атаке выпускает линии, на которых вырастают кристаллы. Чем меньше у него хп, тем больше он атакует. Из-за того, что мы атакуем его и разрушаем кристаллы, приходят остальные противники. После смерти кристалла мы получаем 3000 уважения, которые можно потратить на услуги тролля. За 2000 уважения тролль сможет нам создать новое улучшенное снаряжение, всего у нас 3 на выбор. Я выбрал броню и она выпала плюс 2. За 0 уважения мы можем взять кирку как оружие. За 1000 мы можем добавить плюс одно улучшение предмету, если он меньше плюс 3. Например, у меня есть пластинчатая броня плюс 2, теперь она будет плюс 3. За 500 есть два предложения, первое, что и всегда было соединить два одинаковых предмета, а второе это укрепление оружия, чтобы оно держало зачарование на дольший период. Эван добавил плюс 20 минут новой музыки, советую зайти в игру и послушать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!